Глава 19. Благодать Бога Мы не в состоянии выразить благодарность, которую мы испытываем, но посмотри в наши сердца и прочти эту благодарность там. Амин. В Боге милосердие и благодать едины, но когда они достигают нас, они видны как два разных свойства, связанные друг с другом, но не идентичные. Милосердие – это доброта Бога, которая сопоставляет страдания человека и его вину. Благодать – это его доброта, направленная на человеческие долги и недостатки. Именно благодаря своей благодати Бог устанавливает заслуги там, где прежде их не было, и заявляет, что нет долга там, где он прежде был. Благодать – это добрая воля Бога, которая позволяет ему давать благо тем, кто этого не заслуживает. Этот независимый принцип с самого начала существующий в божественной натуре проявляется как предрасположенность жалеть несчастных, щадить виновных, радушно принимать отверженных и проявлять благожелательность к тем, кто подвергался справедливому осуждению. Благодаря действию этого принципа мы, грешные люди, получаем спасение и возможность быть на небесах и на протяжении веков видеть величайшее богатство Божьей доброты в Иисусе Христе. Мы получаем преимущество навеки, потому что Бог – тот, кто Он есть, и поэтому Он помогает нам гордо поднять головы в нашей тюрьме, переодевает нас из арестантских халатов в царские одежды и дает нам возможность всю жизнь вкушать хлеб в Его присутствии. Благодать проистекает из самой глубины сердца Бога, из вызывающей благоговение непостижимой бездны Его святого существа. Канал, по которому Божья благодать приходит к людям – это Иисус Христос, распятый и воскресший. Апостол Павел, который больше, чем другие, говорил о Божьей благодати и искуплении грехов, никогда не отделяет Божью благодать от распятого Сына Божьего. В его учении они упоминаются вместе, в единстве и неотделимы друг от друга. Наиболее полно и точно сформулирована эта тема в его послании к Ефесянам. В послании к Ефесянам, глава 1, стихи с 5 по 7. «Предопределиво усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Также и Иоанн в своем Евангелии, глава 1, стих 17, описывает Иисуса Христа как «через посредника, через которого Божья благодать достигает человечество». «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Но именно здесь легко сбиться с пути и уйти далеко от истины. Некоторые люди так и сделали. Основываясь только на этом стихе, вне его связи с другими частями Священного Писания, где излагается учение о Божьей благодати, они сделали вывод о том, что Моисей знал только закон, а Христос знает только благодать. Таким образом, Ветхий Завет представили как книгу закона, а Новый Завет как книгу Божьей благодати, но истина со всем вином. Закон был дан людям через Моисея, но он происходил не от Моисея. Он существовал в сердце Бога еще до того, как был сотворен мир. На горе Синай он стал сводом законов народа Израиля, но нравственные принципы, изложенные в нем, вечны. Никогда не было такого времени, когда закон не представлял бы волю Бога для человечества, и никогда не было такого времени, когда нарушение закона не влекло бы за собой наказание, хотя Бог был терпелив и иногда смотрел сквозь пальцы на злые дела, совершаемые людьми по неведению. Точные аргументы апостола Павла, изложенные в третьей и пятой главах его послания к римлянам, полностью проясняют этот вопрос. Источник христианской морали – любовь Христа, а не закон Моисея. И все же принципы морали, содержащиеся в законе, не были упразднены. Не существует никакого привилегированного класса, свободного от соблюдения праведности, предписанной законом. Действительно, Ветхий Завет – книга закона, но не только закона. Перед всемирным потопом Ной обрел благодать пред очами Господа. Вытие, глава 6 стих 8. А после дарования закона Бог сказал Моисею, «Ты приобрел благоволение в очах моих» – книга Исход, глава 33 стих 17. И как может быть иначе? Бог всегда будет самим собой, а благодать – свойство Его святого существа. Он может скрывать свою благодать не более, чем солнце может скрывать свой яркий свет. Люди могут бежать от солнечного света во тьму и в уходящие вглубь земли пещеры, где затхлый воздух и где стены покрыты плесенью. Но эти люди не могут погасить солнце. Точно так же люди могут, считая себя свободными от тех или иных обязательств, игнорировать благодать Бога, но они не могут погасить ее. Если бы времена Ветхого Завета были временами сурового, непреклонного закона и ничего больше, то вся окраска раннего периода библейской истории была бы значительно менее яркой, чем та, которую мы видим в этих древних книгах. Не было бы Авраама, друга Бога, не было бы Давида, человека, который был по сердцу Бога, не было бы ни Самуила, ни Исаии, ни Даниила. Одиннадцатая глава послания к евреям, где подчеркивается духовное величие Ветхого Завета, осталась бы непонятой и ненужной. Благодать Божья делала святость возможной во времена Ветхого Завета так же, как и сегодня. Никто еще не был спасен иначе, как по благодати Божьей, от Авеля и до настоящего времени. С тех пор, как человечество было изгнано из Эдемского сада, никто еще не получил вновь расположение Бога иначе, как по Его доброте. И где бы ни находила любого человека благодать Божья, это всегда происходило через Иисуса Христа. Благодать Божья действительно пришла через Иисуса Христа, но ей не нужно было ждать Его рождения в яслях или Его смерти на кресте. Она действовала и до этого. Христос – Агнец, отданный на заклание с самого сотворения мира. Первый человек в истории, вернувшийся к дружбе Бога, сделал это через веру в Христа. В прежние времена люди жили в ожидании искупительной работы Христа. Теперь, когда событие это совершилось, они постоянно возвращаются к Нему, но всегда они приходили к Богу по Его милости через веру. Мы также должны иметь в виду, что благодать Бога бесконечна и вечна. У нее не было начала, и точно так же она не может иметь конца. Будучи свойством Бога, она безгранична, как сама бесконечность. Вместо того, чтобы стараться понять это как богословскую истину, лучше и проще было бы сравнить Божью благодать с нашей нуждой в ней. Мы никогда не узнаем, сколь велик наш грех, и в этом нет никакой необходимости. Но мы хорошо должны знать, что, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Послание к римлянам, глава 5, стих 20. Умножить грех – это самое плохое, что мы могли и можем сделать. Слово «умножить» определяет предел наших ограниченных способностей. И хотя мы чувствуем, что наши пороки поднимаются над нами словно гора, все-таки гора имеет определенные границы. Она имеет определенную величину, определенную высоту, определенный вес и не более того. Но кто сможет определить безграничную благодать Бога? Она преизобилует, уводя наши мысли в бесконечность и оставляя их там. Хвала Богу за Его великую благодать! Мы, чувствующие себя лишенными дружбы с Богом, можем теперь поднять наши опущенные головы и посмотреть вверх. Благодаря искупившей нашей грехи смерти Христа, причины нашего изгнания из рада больше не существует. Мы можем вернуться подобно блудному сыну, и нас с радостью встретит, когда мы приближаемся к саду Эдемскому, который был нашим домом до грехопадения, пылающий меч убирают. Хранители Древа Жизни отходят в сторону, когда они видят, как приближается сын благодати. «Вернись, о скиталец, теперь вернись, и ищи лица твоего отца. Эти новые желания, которые горят в тебе, зажжены его благодатью. Вернись, о скиталец, теперь вернись, и вытрелющиеся из твоих глаз слезы. Твой отец зовет тебя, не горюй больше. Тебя просит приблизиться к нему его любовь». Уильям Бенко Кольер